Десногорск Спасибо вам большое за все, что вы делали, делаете и будете делать. Участниками акции стали родители 14 будущих выпускников четырёх образовательных учреждений Десногорска. Перед началом экзамена родителям зачитывается инструктаж, стандартный, такой же, как и детям. И правила сдачи экзаменов для родителей очень близки к правилам сдачи экзамена для выпускников. Для этого экзамена специально были разработаны сокращённые варианты работ. Не на 3-4 часа, а на 30 минут. При этом родители смогли познакомиться с заданиями разных типов. Участники смогли увидеть, как осуществляется контроль на экзамене, какие меры эпидемиологической безопасности соблюдаются. Взрослые школьники на себе прочувствовали организацию ЕГЭ от А до Я. Я мама выпускника этого года. У меня дочка заканчивает 11 класс. Поэтому я решила сегодня принять участие в ЕГЭ родителей по русскому языку, чтобы понять, какая будет ответственность на экзамене. На себе, как говорится, ощутить всю сложность данного мероприятия. Все родители получили практические советы от организаторов на тему предстоящих экзаменов. Они отметили, что для успешной сдачи ЕГЭ требуются как глубокие и прочные знания, так и правильный психологический настрой. Здесь неоценимую поддержку могут и должны оказать самые близкие люди. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ. 11 марта в МСЧ-135 состоялась торжественная церемония награждения медиков медалями святого благоверного великого князя Ростислава Третьей степени. Их получили сотрудники больницы, которые с апреля прошлого года и по сей день работают в красной зоне. Епархиальными наградами были награждены четыре медика. Это врач-терапевт Лариса Шалатова, врач-физиотерапевт Ольга Попова, заведующая отделением палиативно-медицинской помощи Галина Калента и врач-инфекционист Ирина Крюшева. Всех медиков от имени Русской Православной Церкви поблагодарил епископ Рословский и Гесногорский Милетий. Я, конечно, не спорюсь с тем, что врачи герои, но они героями были всегда. И слава Богу, что вот сейчас у нас за этот год такое внимание все-таки обратили и стали об этом говорить. Спасибо вам большое за все то, что вы делали, делаете и будете делать. Патриаршую награду получил начальник медико-санитарной части Алексей Азаренков. Год мы прожили в такой обстановке. Сейчас время оно немного другое, но все-таки не намного, я бы сказал, проще. Поэтому пожелать всем терпения, здоровья и слова благодарности за молитвенное служение нашим священникам. Патриаршая благодарность – одна из самых высоких наград Русской Православной Церкви. Такие же медали в этом году получили медицинские работники по всей стране. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok